В эфире вечерняя информационная программа. С вами Алмаз Ашим. Добрый вечер. Я назову несколько тем этого выпуска. Осторожно, браконьеры. В Карагандинской области ищут охотников, которые уничтожили более 70 краснокнижных сайгаков. Туши животных с отпиленными рогами инспекторы охотзоопрома обнаружили в Нуринском районе. В Караганде с поличным задержали распространителя синтетических наркотиков. По данным оперативников, компоненты психоактивных веществ наркодилеры привозят из России на машинах, а уже в домашних условиях смешивают их и продают через социальные сети. В Шемкенте жители целого микрорайона лишены элементарных благ цивилизации. В сентябре об этом они открыто рассказали корреспондентам нашего телеканала. Изменилась ли жизнь жителей мегаполиса спустя месяц? Об этом в нашем выпуске. Впрочем, об этом и многом другом, но по порядку. В Карагандинской области ищут браконьеров, которые уничтожили более 70 сайгаков. Туши животных с отпиленными рогами инспектора охотзоопрома обнаружили в Нуринском районе. Два внедорожника, из которых велась охота, были замечены у озера Хонахай. Увидев служебные автомобили, браконьеры скрылись в сторону границы Акмолинской и Кустанайской областей. Уголовное дело заведено по статье «Незаконная охота». Ориентирован весь личный состав. Создана оперативно-розыскная группа из числа наиболее опытных сотрудников. Выставлены блокпосты. Проверяются все транспортные средства, попадающие в подориентировку. В Жалагарском районе Козлординской области во время погони за браконьерами погиб инспектор охотзоопрома. Происшествие случилось 25 октября в 4 часа утра. Как сообщили в департаменте полиции региона, браконьеры не открывали огонь по инспекторам, а только уходили от погони. При преследовании подозреваемой автомашины марки «УАЗ» произошло опрокидывание служебной машины госохотинспекторов. В итоге ДТП. Сотрудник природоохранного ведомства скончался на месте. Благодаря второму экипажу браконьеры задержаны на месте. Ими оказались местные жители. С места происшествия изъяты две туши зайцев, а также незарегистрированная охотничье ружье. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие по неосторожности смерть человека. И по статье 337 незаконная охота Уголовного кодекса Республик Казахстан. В настоящее время подозреваемые лица установлены, назначены соответствующие экспертизы. Автомобиль марки УАЗ во дворе на штрафстоянку. Остальные обстоятельства происшествия устанавливаются. Инспекторам охотзоопрома хотят разрешить стрелять в браконьеров. Об этом сегодня сообщили на брифинге в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. По действующему законодательству защитники животных могут открывать огонь, но только в случае нападения на него. В рамках законопроекта, которые сейчас рассматривают в Мажелисе, хотят расширить список обстоятельств, при которых инспекторы могут применять оружие, например, угроза жизни, неповиновения, уход от преследования и так далее. Дальше по законодательным инициативам, вот и до этого сказали, что уже встречаются сами санкции, там, где предусмотрены штрафы, штрафы будут увеличены, там, где предусмотрены лишения свободы, сроки будут увеличены. Также дополнительно мы в уголовном ходе сносим статью, предусматривающая ответственность за постигательство и причинение тяжкой вреды и причинение или повлекшей смерти государственных инспекторов. Вот это новая будет новая статья. В профильном ведомстве рассказали, что 31 октября состоится очередное судебное заседание по поводу об убийстве инспектора охотзоопрома Ерлана Нургалиева и покушении на убийство и его коллеге Петра Ницека в январе этого года. И также сообщили, что семье погибшего была оказана материальная помощь в размере 12 миллионов тенге и до конца года будут перечислены еще несколько сотен тысяч. Эту громкую тему продолжим обсуждать с руководителем управления комитета лесного хозяйства и животного мира Айтуаром Туганбековым. Он с нами на прямой связи. Айтуар, добрый вечер. Итак, инспекторам намерены улучшить материально-техническое оснащение. Хотят разрешить пользоваться электрошокерами, травматическим оружием. Скажите, что входит в этот перечень еще и, на ваш взгляд, поможет ли это, если браконьер начнет стрелять в егеря из боевого оружия? Добрый вечер. Небольшое уточнение внесу. Сейчас не запрещено инспекторам применять электрошокеры, травматическое оружие. Но дело в том, что действующими нормативами оснащенности эти средства не предусмотрены. Есть только огнестрельное оружие служебное. Мы разработали нормативы оснащенности. Туда входят помимо травматических пистолетов, электрошокеров, также современные средства, такие как беспилотные летательные аппараты, снегоходы, вездеходы. И основная проблема у нас – это под законным актом регулируются правила применения спецсредств и служебного оружия. И только в случае вооруженного нападения могут инспектора применять свое служебное оружие. Мы будем расширять эти обстоятельства. И законопроектом вносятся нормы по расширению полномочий. Например, сейчас инспектора не могут задержать, но не имеют права доставить в органы внутренних дел. Должны обязательно вызывать из ближайшего отдела внутренних дел сотрудников. Мы в этом плане расширяем. А именно применение травматического оружия, электрошокеров, позволит улучшить борьбу с браконьерством, задержание преступников. Потому что их применение, конечно, не так травмоопасно, потому что огнестрельное оружие более опасно в применении. И более эффективно будет применять более легкие виды оружия. Позвольте точнее на этом остановиться. Вот сейчас инспекторы Охотзоупрома могут открыть огонь, правильно? Но только в тех случаях, когда на них идет, я не знаю, встречный огонь. И поправки, которые сейчас находятся в парламенте, они подразумевают какие-то ситуации, в которых инспектор Охотзоупрома может первым стрелять в браконьеров? Как до этого я сказал, поправки, они больше направлены на то, на расширение полномочий, а также вообще ужесточение санкций в уголовном законодательстве. А порядок применения спецсредств – это подзаконный акт, утвержденный по словам правительства. По согласованию с Министерством внутренних дел мы тогда сейчас вносим изменения. То есть будет такая возможность, да? Будет такая возможность. Простными словами, хорошо. Теперь, есть ли в планах установить видеорегистраторы в машины инспекторов, чтобы вот в случае обороны, да, или в случае открытия огня была возможность доказать, что стрельбу начал браконьер, или, к примеру, была такая ситуация, где без открытия огня со стороны инспектора Охотзоупрома дело бы не вышло? Как я до этого сказал, вот этими новыми нормативами оснащенности, да, предусмотрено как нагрудные камеры у инспекторов, так и видеорегистраторы на автомашины. И сейчас вот эти нормативы оснащенности, они на согласовании в Министерстве финансов находятся. Понятно. И со следующего года это все начнет устанавливаться? Ну, если пройдет согласование в Министерстве финансов, да. Как долго это займет? Зависит от того, как будет рассматриваться. Возможно, это будет выноситься на республиканскую бюджетную комиссию, потому что новые нормативы оснащенности, да, они подразумевают с собой, что, возможно, нужно будет больше финансовых средств закладывать, планировать на их приобретение. Кстати, про финансы. Есть уже какие-то суммы, которые вы закладываете в бюджеты? Ну, сейчас нужно вначале утвердить нормативы оснащенности, и затем, исходя из этого, по ценовым предложениям, по финансовым процедурам будут определяться суммы. Безусловно, поправки в закон нужны, но можно ли решить проблему с браконьерством, только лишь улучшая материальную базу инспекторам? И какую работу нужно провести правоохранительным органам? Вообще, когда еще в начале года были совещания по этому вопросу в мажоресии парламента, то многими депутатами они пришли к мнению, что основной вопрос – это все-таки не законодательство, не материально-техническое оснащение, а это социальный вопрос. Вот недавно, которая проведена спецоперация комитетом национальной безопасности, они выявили организованную преступную группу, в которой были как исполнители, так и заказчики, исполнителями этого браконьерства. В частности, это жители сельских районов. Сельские районы у нас зачастую депрессивные районы, где нет работы, где маленькие заработки, и есть очень большой соблазн заниматься браконьерством, потому что это приносит довольно большие доходы. И по взаимодействию с правоохранительным органами работа ежегодно ведется, есть совместные планы мероприятия, в этом году разработано оперативно-профилактическое мероприятие «Сайгак», и в дальнейшем планируется ежегодно его проводить на постоянной основе. И также хорошую работу провели органы национальной безопасности. Если такая работа будет в том же плане продолжена, усилена, то это принесет свои плоды, и будет большая эффективность по противодействию браконьерству. Можно в нескольких словах, что за оперативное мероприятие «Сайгак»? И один из таких вопросов, как вы планируете работать над тем, чтобы прикрывать или обезвреживать рынки сбыта? Оперативно-профилактическое мероприятие, оно в этом году было согласовано с несколькими ведомствами. Это пограничная служба КМБ, затем таможенная служба, Министерство внутренних дел и Генеральная прокуратура. Предусматривает мероприятие совместного характера, потому что, например, природоохранное ведомство, оно ограничено в своих полномочиях, и, допустим, по пересечению границы, именно выявление организованных преступных групп, вот направлено это мероприятие, и там соответствующие мероприятия разработаны, прописаны. Вот также и агитационная работа с местным населением тоже предусмотрена. А что касается рынков сбыта, ну то есть заказчиков на тот или иной природный ресурс? По заказчикам это... Это зарубежные компании, да? Это кто выступает? Если говорить про сайгаков, да, то рынок сбыта это Китай, восточная медицина, и очень большой спрос на рога, они изготавливают там лекарственные средства, и, допустим, если здесь рога незаконно добытые закупаются по 300-400 долларов за килограмм, то уже в Китае их цена возрастает до 3-4 тысяч долларов. Как часто регистрируются на таможне, на границе Казахстан-Китай переправления? Ну, не очень часто, к сожалению, такие правонарушения регистрируются, потому что сейчас даже используют браконьеры такие методы, как провоз не самих рогов, а размалывают их порошок, это их очень тяжело увидеть. Тяжело зарегистрировать? Тяжело зарегистрировать, да. Ну, это в компетенции органов таможенников и органов пограничной службы. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Я напомню, у нас на прямой связи был руководитель управления Комитета лесного хозяйства и животного мира Айтуар Туганбеков. Мы продолжим выпуск. В Тарбокатайском районе Восточно-Казахстанской области дали разрешение на отстрел волков. Такое решение приняло руководство региона после того, как в селе Ахмед Булак Жанаульского сельского округа хищники убили 80 овец. Участившиеся случаи нападения диких животных на домашний скот беспокоят не только глав крупных крестьянских хозяйств. Сельчане обратились к представителям власти, чтобы были приняты меры. Жители опасаются, что волки начнут нападать не только на животных, но и на людей. Всего жертвами хищников в этом году стали 170 голов скота. К другим темам в Караганде с поличным задержали распространителя синтетических наркотиков. По данным оперативников, так называемый конструктор компоненты психоактивных веществ наркодилеры привозят из России на машинах, а уже в домашних условиях смешивают их и продают через социальные сети. Схемы электронной торговли прежние. Заказчики отправляют деньги на киви-кошельки и получают фотографии тайников, где сделана закладка наркотиков. Их потребители достают самостоятельно. Подробно об этом Марина Золотарева. Закладчика с такой крупной партией синтетических наркотиков в Караганде задержали впервые. При обыске у него обнаружили по предварительным подсчетам более 100 граммов психоактивных веществ, уже готовых к продаже. А попался наркозбытчик просто. Слишком стал суетиться, увидев патруль. Увидев нарядов, данный человек меняет направление пути, затем оглядывается. Практика показывает, что часто так происходит, когда человек при себе имеет незаконную, естественно, они начинают суетиться. Обнаружили сверток белого цвета в количестве 45 штук и специфическим запахом. По карманам было рассовывано. Это уже второй избытчик синтетики, задержанный за последнее время. Первым на продаже психоактивных веществ попался учитель. Сейчас бывшего педагога судят. Ему грозит до 15 лет колонии. Напомню, в июле текущего года в стране был утвержден новый список наркотических средств, который значительно облегчил работу полицейских. Сводную таблицу дополнили потенциально опасными веществами, что позволило охватить почти весь перечень синтетических наркотиков. Ранее из-за пробелов в законе дела разваливались и наркодилеры оставались безнаказанными. Как мы получаем результаты экспертиз, которые назначаются в последующем, уже изымаются сотовые телефоны, в последующем назначаются экспертизы, вот эти переписки, сайты, где они зарегистрированы. И вместе со следственным органом мы работаем именно на доказательную базу. Оперативники не успевают закрашивать названия сайтов, где можно приобрести синтетику. Черная реклама, как грибы после дождя, появляется на заборах, гаражах и фасадах зданий. Во дворах одной из центральных улиц города ее особенно много. Она рассчитана на обеспеченную молодежь, проживающую в золотом квадрате Караганды, говорят оперативники. Более 400 сайтов, рекламирующих синтетические наркотики, волонтеры и оперативники закрасили на улицах Караганды в этом году. В этом году в Караганде из незаконного оборота изъяли почти 260 килограммов различных наркотиков, марихуаны, гашиша, героина и психоактивных запрещенных веществ. За последние два года казахстанские правоохранители ликвидировали три подпольные нарколаборатории. Незаконную деятельность наркозбытчики вели в Казлардинской области и Алматы. Тем временем в департаменте по противодействию наркопреступности отмечают, что в стране появился риск, что наркодилеры будут всячески пытаться наладить производство запрещенных препаратов на территории Казахстана. Предприимчивых правонарушителей в первую очередь привлекают транзитные возможности нашей страны. Употребляю синтетические наркотики, а именно скорость, соль, так называют ее, которая сейчас в городе очень распространена. Запрещенное наркотическое вещество под названием скорость довольно быстро изменила жизнь жената. Одна доза этого препарата сделала 34-летнего молодого человека наркозависимым. В реабилитационном центре он восстанавливается уже второй раз за год. Этот сейчас очень популярен в городе. Покупают ее вообще сейчас совсем легко. Сейчас через телеграм, через сайты просто закидываешь на номер карточки, на номер баланса, на номер телефона, на номер кошелька. Тебе скидывают фото с адресом, где она лежит. Это не как раньше покупались с рук. Это сейчас настолько доступно, что некоторые люди, вообще подростки, бывают по улицам просто бродят, не покупают ее, а просто ищут, как сыщики. Что? Смотри, 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 прет, прет, смотри. У-у-у-у, все сожрал. Молодой человек, документы ваши можно. Сейчас, сейчас. Эти люди не притворяются и не играют. Такое поведение возникает из-за синтетических наркотиков. Около 40% рынка в Казахстане захватили психоактивные вещества, которые могут убить человека за 2-3 года. Синтетика сейчас распространена через молодых подростков, большинство употребляющих путем курения, путем перорального. Это возникает быстрая зависимость к наркотическим зависимостям, синтетикам. Но пагубно влияет на организм, и подростковый употребляющий синтетику изменяет его поведение. Он станет неадекватным, вырабатывает разные галлюцинации. И человек с этого состояния плохо выходит. В этом году в Казахстане пресекли свыше 2 тысяч наркопреступлений. Из незаконного оборота стражи порядка изъяли больше 20 тонн наркотических средств, основная часть из которых – наркотики каннабисной группы, а еще 20 килограммов героина и 10 синтетических запрещенных веществ. Мы сталкиваемся со случаями попытки наладить производство наркотиков у нас в стране, что это достаточно прецедентные случаи, потому что мы всегда были транзитной стороной. Сейчас уже существует риск того, что наркотики будут производить у нас. И вот совместно с российскими коллегами мы за последние два года две нарколаборатории выявили. Сейчас в столичном центре наркологии и психотерапии реабилитацию проходят 6 наркозависимых. По статистике, один из пяти пациентов возвращается сюда снова. Сабина Балашкина, Нургалим Амрубаев, Хабар, 24. Организованную преступную группу наркоторговцев обезвредили сотрудники управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Алматинской области. Дело наркоторговцев в оперативнике вели почти два года, чтобы выявить каналы поставок. Обо всем подробно Гульнар Жантасова. Водитель такси даже не предполагал, что за груз везет с собой один из его пассажиров. И только после того, как остановившие авто оперативники стали вынимать из объемной сумки незаконный товар, он понял, что стал очевидцем задержания одного из участников преступной группы наркодельцов. В этот день улов полицейских составил 18 килограммов наркотиков. Вместе с тем позже были обезврежены и подельники наркоторговца. Все они на протяжении двух лет занимались сбытом адского зелья по северному региону области. Вся эта группа нами была задержана, их преступная деятельность была доказана, задокументирована все это. На сегодняшний день все эти преступные элементы задержаны, находятся в следственном изоляторе в городе Алкурган. Дают все признательные показания. На основании их признательных показаний был выявлен канал поставки наркотиков, то есть в Харасайском районе, который приобретал наркотики в Джамбульской области. После задержания талдыкурганских наркоделеров преступные нити привели оперативников в южный регион области. Оптовик-поставщик отличался оригинальностью подхода в распространении дурмана. Под видом торговца овощами он на велосипеде развозил травку, спрятав товар под овощи. В ходе проведения негласных действий нами был проведен негласный контрольный закуп 10 килограммов марихуаны. В ходе обыска по месту жительства данного гражданина было взято 10 килограммов марихуаны и 8 килограммов гашиша. Основная цель нашего управления это пресечение сбытов наркотических средств, хранение наркотических средств, особо крупных размеров, это контрабанда, это легализация денег средств, работа преступным путем, а также ОПГ. В этом году сотрудниками Управлений по противодействию наркопреступности из незаконного оборота изъято почти 4,5 тонны различных наркотических средств. Гульнар Жантасова, Хуануш Тургенбаев, Хабар, 24, Алматинская область. Свыше 2,5 тонн различных наркотических средств изъяли из незаконного оборота с начала года в Жамбылской области. В регионе выявили чуть больше 700 наркопреступлений. Раскрывать их помогают служебные собаки. В кинологической службе работают 12 четвероногих сыщиков. По словам правоохранителей, кроме провозки и продажи, распространяют наркотики, особенно синтетические, в виде нанесения граффити. С начала года в Таразе удалили 600 таких рекламных надписей, задержали четверых человек. Более подробно расскажет Анастасия Сулейманова. Ахмед Мустаоглы работает кинологом уже четверть века. За это время обучил десятки собак. Сейчас раскрывает наркопреступления в паре с бельгийской овчаркой Лоей. Обучить собаку находить наркотики по запаху – дело нелегкое. На дрессировку уходит три месяца. Каждому питомцу нужен индивидуальный подход. За период моей службы именно с этой собакой. Где-то было раскрыто около 25 наркотических веществ она нашла. Был остановлен автотранспорт. Сзади сидел мужчина. Собаку запустили, именно на мужчину она указала. Именно в пах. Он после чего сразу побледнел. Собаку уберите. Все, при мне, говорит, наркотическое вещество есть. Он сам после этого вытащил. С начала года в регионе с помощью служебных собак раскрыли 137 наркопреступлений. Сейчас на деле посмотрим, как работают четвероногие помощники. В руках у меня запах-заменитель марихуаны. Наркотическое средство спрячу в эту машину. Посмотрим, как с заданием справится собака. Максимальное время на поиске 5 минут, так как машина небольшая. Наркотическое средство собака нашла за несколько минут. С помощью четвероногих сыщиков в этом году обнаружили около тонны различных наркотиков. Перевозчики умудряются прятать нарковещества под экраном телевизора и даже в упакованных блоках сигарет. Распространяют наркотики особенно синтетические и в виде нанесения граффити. С начала года в Таразе удалили 600 таких рекламных надписей. Задержали четверых человек. Полицейские говорят, что необходимо ужесточить закон и привлекать наркораспространителей к уголовной ответственности. Их закрыли на трое, на пять суток административным арестом. Сбычки, а также закладчики, которые наносящие граффити, они друг друга не видят. Они заходят через интернет-сайты и там обусловлено они договариваются насчет денег за денежную оплату. Например, за граффити они где-то 200 тенге получают, за закладку 500 тенге. Желание получить легкие деньги приводит к преступлениям и необратимым последствиям. В итоге одни зарабатывают, а другие страдают. Ерлан так называет себя этот молодой человек. Наркоман с 10-летним стажем проходит лечение. Нюхать героин он начал в 16 лет. Говорит, все из-за компании, в которой случайно когда-то оказался. Романтика дешевая. Привези, забери, отвези, если надо, возьми, только не круби. И вот в конце я и залез. Начал внутримышечно колоть, потом уже внутривезу. Очень об этом жалею. И вот пришел сюда сам лечить. И вот хотим наркозависимым, что лечитесь и живите нормальной жизнью. Сейчас лечение проходит 140 наркозависимых. Возможно, оно поможет им изменить свою жизнь и не приведет к преступлениям. К слову, с начала года из незаконного оборота изъяли более 2,5 тонн различных наркотических средств. Главным источником распространения наркотиков является Шустская долина. Там дикорастущая конопля занимает 138 тысяч гектаров. Все меры ее уничтожения пока бесполезны. Поэтому Жамбулская область занимает лидирующие позиции по наркопреступлениям. Анастасия Сулейманова, Баха-Жамбапаев, Руслан Хатила, Тарас, Хабар, 24. К нашему эфиру присоединяется врач-нарколог столичного центра психологии и психотерапии Токтар Койшебеков. Скажите, пожалуйста, насколько проблема масштабна? Как часто обращаются за помощью? Какая возрастная категория чаще всего обращается? И есть ли какая-нибудь статистика? За последние годы у нас в Казахстане, последние 10 лет, количество наркозависимых неуклонно уменьшается. Однако нас тревожит то, что среди числа наркозависимых растет удельный вес тех молодых людей, которые злоупотребляют именно синтетическими ядами. Во-вторых, проблема возникает омоложение так называемых наркотиков. Если в среднем раньше были 18-35 лет, то сейчас это в основном молодые люди, старшеклассники, студенты первых-вторых курсов вузов. Это возраст от 16-17-18 лет, которые интересуются и находят информацию именно где-то в интернете и так далее. Мало того, синтетические яды, помимо того, что они легко и просто проникают в организм ингаляционным путем, в виде курения самых различных, либо употребления внутрь самых различных добавок, помимо этого, это ультраяды так называемые. Это синтетический яд, который очень чрезвычайно опасен для нашего организма. Если коротко суммировать все последствия, которые могут возникнуть в результате даже однократного употребления, это в первую очередь сердечно-сосудистые осложнения. Очень много молодых людей, которые никогда не стояли на учете у врача с сердечными заболеваниями, с сосудистыми заболеваниями. И они даже после однократного употребления у них падает артериальное давление, они впадают в кому, либо попадают к нам уже, когда уже приходят к нам. Вот, кстати, они к вам приходят. Вы какую работу с ними проводите? В первую очередь это, конечно, диагностика. Любой человек может прийти к нам и, в первую очередь, анонимно, без всякой постановки на учет, может пройти, в первую очередь, получить помощь в виде диагностики. Это, в первую очередь, сдача анализа. И мы можем протестировать, если молодой человек не приходит, сам родители могут привезти его к нам. И мы протестируем, и можем точно определить, употреблял ли этот человек какие-либо наркотики, либо психоактивные вещества в течение, допустим, 10, либо 20 дней, или иногда даже месяца, если это длительно действующие наркотики. Помимо того, что мы можем диагностировать с помощью простейших анализов, у нас в Астане существует Центр наркологии и психотерапии и оснащенная химико-токсикологическая лаборатория, которая может провести анализы и определить до полутора тысяч различных химических веществ, в том числе и наркотиков. Хорошо. Скажите, после диагностики начинается лечение, правильно? Как долго оно длится и насколько мала вероятность того, что человек снова вернется к употреблению? Если человек приходит в начальных этапах именно формирования зависимости, эффективность лечения очень эффективна. Однако, к сожалению, наши пациенты приходят именно тогда, когда уже скрывают они определенное время. То есть приходят через несколько месяцев, через несколько лет даже после того, как формируется зависимость. А в более поздних этапах формирования зависимости возникают уже необратимые последствия, в том числе и для психики, и для всего организма человека. Поэтому в этих случаях вылечить архи сложно. В среднем мы вылечиваем приблизительно у нас в Центре эффективность лечения составляет около 30%. Однако, я бы хотел обратить внимание наших пациентов на то, чтобы они обращались к нам и не скрывали, не пытались обращаться к каким-то шарлатанам, либо обращаться к тем людям, которые не специалисты в этом деле. Сейчас у нас в Казахстане во всех поликлиниках существуют психолого-психотерапевтические центры. Вы можете получить у этих подготовленных специалистов любую консультацию. Более профессионального подхода. В Центре можно получить любую помощь любой родитель. Хорошо. Я думаю, к вам прислушаются. Я напомню, с нами на прямой связи был врач-нарколог Столичного центра психологии и психотерапии Токтаро Коишебеков. А мы вернемся через небольшую рекламную паузу. Продолжение следует... Азаматы лайықты өмір сүретін мемлекет – куатты. Мемлекет сейліға қысы тағдырын өз қолына алған жандырға арналған. Тек Тұрғыны Құрлыш Жинақ Банкінде ғана, барлық шарттарды орындаған адам депозит сияқсының бөлек жинақ сомасының 20%-на тен мемлекет сейліға қысын алады. Тұрғыны Құрлыш Жинақ Банкі арманнан басталады. Государство сильно, когда его граждане живут достойно. Премия государства для тех, кто строит свою жизнь сам. Только в Жилстрой Сбербанке помимо ставки по депозиту, при выполнении всех условий вы получаете премию государства в размере 20% от суммы накоплений. Жилстрой Сбербанк. Начинается с мечты. Жилстрой Сбербанк. В ефире вечерняя информационная программа. Мы продолжаем. В Казахстане намерены значительно увеличить штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сейчас в Можилисе работают над поправками в кодекс об административных правонарушениях. Раскошелиться на круглую сумму придется тем, кто управляет автомобилем без водительского удостоверения. Рассматривают депутаты также ужесточение закона для автолюбителей в других случаях. Подробно об этом Лариса Гречихина. Ежегодно к административной ответственности за управление автотранспортом без водительского удостоверения привлекает более 20 тысяч человек. А тех, кто садится за руль в состоянии алкогольного опьянения, только в прошлом году было выявлено более 25 тысяч. Накануне президент страны Касымжомар Токаев заострил внимание на этой проблеме. Поручил внести изменения в законодательство, ужесточить наказание за управление транспортными средствами после приема всех видов алкоголя, а также за скотократство. В Можилисе парламента уже обсудили предложения депутатов. Их поддержала вся рабочая группа и в ближайшее время проект будут выносить на рассмотрение. Сейчас за это нарушение кодекс предусматривает штраф в размере 10 МРП, внесено предложение об увеличении штрафа за это нарушение до 50 МРП, то есть в 5 раз. И мы также усилили ответственность за то, зачастую бывают случаи, когда водитель передает машину другому, а тот человек, у нас водитель, допустим, лишен водительских прав. За это тот, кто передал руль, он тоже ответственность снесет. И в этой части мы тоже наказание усиливаем. Там штраф сейчас 50 МРП составляет мы. Рассматриваем вопрос о том, чтобы штраф этот увеличить до 70 МРП. Сейчас за управление транспортом в нетрезвом состоянии мера наказания штраф до 500 месячных расчетных показателей. Это почти миллион 300 тысяч тенге. Если нарушение происходит не в первый раз или есть какие-то отягчающие обстоятельства, например, ДТП, то речь пойдет об административном аресте с последующим лишением прав. Лариса Гречихина, Ерлан Наурезбаев, Хабар, 24. Минимум 8 аварий в сутки происходят в Казахстане. Иногда по вине водителя, который сел за руль в нетрезвом состоянии. О последствиях вождения после приема алкоголя и о том, как в других странах борются с проблемой, расскажет Артем Петров в программе «Актуально». Ужесточить наказание за вождение транспортным средством после приема всех видов алкоголя. Президент поручил внести изменения в законодательство. Давно пора. По данным МВД, только в прошлом году поймали почти 25 тысяч водителей, управляющих автомобилем в состоянии опьянения. Это актуально. Здравствуйте. Ситуация на казахстанских дорогах действительно требует срочного вмешательства. Каждую неделю мои коллеги то и дело рассказывают о страшных ДТП, в которых гибнут взрослые и дети. Только представьте, по самым скромным подсчетам, в сутки в Казахстане происходит минимум 8 аварий. С начала октября на дорогах страны погибли 123 человека. За некоторые виды нарушений правил дорожного движения, таких как управление транспортным средством водителем, лишенным права управления, мы предлагаем ужесточить эту меру наказания. За повторное управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и не имеющим права управления автотранспортом, ввести уголовную ответственность. ДТП со смертельным исходом, пожалуй, самое страшное, что может случиться с водителем. Однако автолюбители не боятся садиться за руль в нетрезвом виде. Таранить заборы и машины, врезаться в столбы и магазины, сбивать пешеходов. Алкоголь, по сути, отключает инстинкт самосохранения и превращает пьяного автолюбителя в потенциального преступника. Мы перестали уважать закон, мы его не знаем и не уважаем, и причин много. И я думаю, что корневые причины это идет из детства. Красный, значит красный остановился. 40, значит надо ехать 40. И все. Если в первый раз удалось без приключений доехать из ресторана до дома с перегаром, нарушитель еще больше верит в свою удачу и обязательно в следующий раз сядет за руль пьяным. И так до тех пор, пока кто-нибудь не пострадает. Пресекать езду без правил должны полицейские. Они ловят, штрафуют, лишают прав, но этого, судя по всему, недостаточно. Лишение прав на 3 года, если водитель был пьян, но не совершил дорожно-транспортное происшествие. На 4 года, если действия нетрезвого автомобилиста привели к аварии. 5 лет без прав, если при этих обстоятельствах пострадали люди или другие транспортные средства. На 15 суток и 6 лет без прав получат те, кто в течение 12 месяцев после предыдущего правонарушения был задержан в состоянии опьянения. 30 суток и 10 лет, если попался нетрезвым за рулем в третий раз. За отказ от медицинского освидетельствования водителя лишат прав на 3 года. А вот как наказывают за вождение в нетрезвом виде в других странах? В Беларуси, если превысил концентрацию 0,04 промилле в первый раз, то придется заплатить до 400 долларов и лишиться лицензии на 3 года. После рецидива в течение года повторно попавшийся водитель может быть отправлен в тюрьму. А автомобиль конфискован. В Британии самые большие европейские штрафы за пьянство за рулем. 7 200 евро. А вот в Поднебесной водителя, виновного в аварии с жертвами, могут приговорить к смерти. Сухой закон в Японии оригинален. Здесь наказывают даже пассажиров. Если водитель будет пьян, то каждый пассажир должен заплатить штраф в размере 3 тысяч долларов. Поэтому пассажир, видя или зная, что водитель явно выпивший, не должен ехать с ним. И еще лучше отговорить от поездки, либо сообщить правоохранителям. В Сингапуре, севши крепко, выпившим за руль, водитель может быть выпорот палками, если его поймают. Для наказания пьяниц применяют палки более метра в длину и толщиной около 3 сантиметров. В дополнение к телесным наказаниям автомобилист получит штраф в размере 200-230 сингапурских долларов. Тем не менее, 0,08 промилле допустимы. Интересно, какие меры наказания будут ждать пьяных водителей теперь, когда на это обратил внимание сам глава государства. Очень сложная дилемма и сейчас разработчикам из МВД главное, как говорится, не перегнуть палку. Можно предположить, что любые изменения в административном и уголовном кодексе вызовут неоднозначные отзывы в обществе. Это актуально. Берегите себя. В столице за неделю оштрафовали более 300 таксистов. Одни рискнули сесть за руль без прав, другие вовсе не имели страховку на автомобиль. Почему водители нарушают, не боятся штрафов и вообще потеряли страх перед дорожными инспекторами? Об этом подробно наши корреспонденты. Чистоплотный во всем. Так можно охарактеризовать водителя со стажем Нуркена Аклбекова. Автомобиль должен быть чистым, а вождение аккуратным. Правда, сегодня он спешит, потому что на трассе уже работают во все его конкуренты-частники, которым, по его словам, все равно на чистоту, комфорт и уж тем более на безопасность. Частники в основном работать не дают после 10 вечера. Бывает вот у всех наших таксистов аренда большая, семья есть, тоже жить хотят все же. Правильно? Ну, нам, с одной стороны, много помогают сотрудники ДПС. Здесь вот сплошная линия. Они заезжают наглые, ругаются. Здесь знак такси стоит, официальный такси. Мы им говорим, здесь не заезжайте. Сейчас сотрудники ДПС приедут, нарушают нарушение ваше. Некоторые говорят, да пошли вы, сами знаете. Ну, мы молчим. А что с ними, ругаться, драться что ли? Стоишь, стой. Приезжают сотрудники, наказывают. Нуркена Колбеков следит за тем, чтобы с документами всегда был полный порядок. К тому же в таксопарке к таким вещам относятся очень серьезно. Водителя без документов на грязном авто попросту не выпустят на трассу. Не дают расслабляться и полицейские. В последний раз инспекторы проверяли его два дня назад во время оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Никаких претензий. А вот до стана прав лишили уже два года назад. Но парень особо не расстроился и продолжает таксовать. Причем довольно успешно. Обожает быструю езду, в том числе и на работе. Говорит, пассажиры не жалуются, потому что благодаря его расторопности практически не опаздывают. В свободное время столичный шумахер со своими друзьями любит погонять по улицам города. Даже участвует в ночных соревнованиях. О последствиях молодой человек думает в последнюю очередь. По-любому надо семью кормить, поэтому я стараюсь ездить. И пассажиры никто не просит, не интересуется, а везде камеры снимают по городу. А так, получается, если не нарушаешь, никто тебя не захопает, получается. Только за последние сутки в столице привлекли к административной ответственности 15 водителей такси. Однако, по словам инспекторов, на самом же деле нарушителей на дорогах гораздо больше. Мы получили замечания по дорожной безопасности, по общественной безопасности, по городу Нур-Султан. То есть, акции различного рода проводятся в виде ОПМ-участок. ОПМ-участок проводит в основном местная полицейская служба. Далее проводится по общественной безопасности, по ОПМ, то же самое, автобус, безопасная дорога. Очень много таких профилактических мероприятий, именно нацеленных на улучшение связей с общественностью. Тем временем количество дорожно-транспортных происшествий в столице постоянно растет. 420 аварий только с начала этого года, в которых погибло 23 человека, из них 5 детей. Елена Устимович, Роман Седов, Арман Акшабаев. Хабар, 24. К событиям в мире. 27 стран-членов Евросоюза одобрили запрос Великобритании на третью отсрочку Brexit. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. Соглашение о разводе с ЕС отложили до 31 января 2020 года. Напомню, Соединенное Королевство должно было покинуть ЕС 29 марта этого года. Однако депутаты Палаты общин Британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, доксигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit на 31 октября, а Мэй подала в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. И после ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон. Абубакр Аль-Багдади. Основатели, лидеры экстремистской группировки Тегил убит в ходе операции спецназа США. Об этом объявил президент Дональд Трамп. Если Израиль и другие союзники Америки поздравили США с успехом операции, то Минобороны России подвергла сомнению заявление главы Белого дома. Некоторые эксперты и вовсе назвали все происходящее большим шоу. Все подробности у нашего международного обозревателя Асем Хасенхаза. Асем, и где же главу Тегил спецназ американский нашел? Рейд американцев прошел на территории Сирии примерно в 5 километрах от границы с Турцией. Подробно об этом? Подробнее об этом расскажу через пару секунд. Деревня Бариша, провинция Идлиб, Сирия. Предположительно, там находился дом, в котором ликвидировали лидера Тегил Абу-Баракра Аль-Багдади. Операцию подробно и красочно описал Дональд Трамп. По его словам, бойцы собаки загнали террориста в угол в одном из подземных тоннелей. Аль-Багдади кричал и плакал, а потом подорвал себя и троих детей с помощью пояса-смертника, говорит Трамп. Сам он наблюдал за ходом операции по видеосвязи. Он умер как трус. Он скулил, кричал и плакал. Честно говоря, нужно рассказать об этом его последователям и всем детям, которые хотят покинуть разные страны мира, включая США. Им стоит узнать, как он умер. Он умер не как герой, а как трус. Он забрал с собой, наверное, гибель троих детей. Он знал, что в тоннеле нет выезда, что там тупик. На месте эксперты взяли образцы ткани погибшего, чтобы подтвердить, действительно ли это был Аль-Багдади. Результаты оказались положительными. Ликвидацию главаря приветствовали главы многих государств, в том числе Турции, Франции, Великобритании и Израиля. Я бы хотел поздравить президента Трампа с впечатляющим достижением, которое привело к уничтожению главаря террористов. Это отражает нашу общую решимость США и всех свободных государств бороться с террористическими организациями и террористическими странами. То есть все поздравляют Трампа. Тут нельзя о них вспомнить дело о восьмилетней давности. В 2011 году, когда Барак Обама объявил о смерти предыдущего террориста номер один, Усамы Бен Ладена, Трамп громко заявлял, что этот успех нельзя приписывать президенту. Перестаньте поздравлять Обаму, морские котики убили Бен Ладена, твитнул он тогда. Но теперь, объявляя о ликвидации Аль-Багдади, Трамп постоянно говорил от первого лица, отмечают политологи. Министр связи и коммуникации Ирана заявил, что в ликвидации главаря ТГИЛ ничего такого нет. Россия же в успех Америки не верит. Как отметили в Министерстве обороны, в районе Идлиба не было зафиксировано никаких ударов с воздуха. А вот жители сирийских и иракских городов были рады услышать известия о смерти лидера ТГИЛ. А прошлое агентство Amrater заявили, что хотят, чтобы их страны были очищены от всех радикалов и террористических организаций. Конечно, все мы счастливы, что такой преступник наконец-то убит. Надеюсь, теперь в Сирии станет безопаснее. Он так или иначе затронул 50 миллионов арабов. Он просто был марионеткой в руках США. Они могли убить его с самого начала. Могли убить с самого начала, но почему произошло сейчас? Вернее, почему об этом объявили именно сейчас? По словам экспертов, это все просто шоу. Грядущие президентские выборы в США, плюс вывод американских военных из Сирии и кадры брошенных баз. На этом фоне в США немедленно требовалась триумфальная победа. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что даже если смерть Аль-Багдаде реальна, то на деятельность ТГИЛ она серьезного влияния не окажет. Следуя природе террористических групп, они не сильно пострадали от потери какого-либо лидера высокого уровня. Но нет сомнений, что это повлияет на некоторые сегменты ТГИЛ. Учитывая, что скоро в США должны состояться президентские выборы, эта новость стала своего рода победой Трампа. Вся эта презентация, заявление Трампа, понятно, что все это было заранее подготовлено, чтобы максимально увеличить политическую выгоду Соединенных Штатов. В последнее время Трамп переживал трудные времена, так что он прекрасно воспользовался этим шансом. Кто такой Абу-Бакр Аль-Багдаде? Очередной преступник номер один, его настоящее имя Ибрагим Ават Аль-Бадри. Он родился в 1971 году в Ираке. Лидером ТГИЛ он стал в 2010 году. С тех пор он неоднократно, а точнее 16 раз поступали сообщения о его гибели. Однако их каждый раз опровергали. Будет ли так снова? Поживем, увидим. Да, иначе не скажешь. Это был наш международный обозреватель Асем Хасенхаза, а мы продолжим выпуск. На экспорт отправлен первый казахстанский вертолет. Многофункциональный борт, собранный на отечественном предприятии, пополнил парк известной таджикской авиакомпании. Это только начало большого сотрудничества. Подробности в нашем сюжете. Вертолет Аж-125 обладает высокой маневренностью, прекрасной видимостью и низким уровнем вибраций в салоне. Он приспособлен к эксплуатации в условиях высокогорья и жаркого климата. В нем пять пассажирских мест, что позволит использовать его для туристических перелетов. Мы хотим его использовать сначала для бизнес-авиации, для перевозки туристов, осуществления спасательных операций, вывоза альпинистов. Это первый опыт сотрудничества с Таджикистаном. С апреля там работает представительство «Казахэкспорт», которое и осуществило финансирование сделки. Авиакомпания получила пятилетний кредит на приобретение данного вертолета и, соответственно, сможет рассчитаться в этот комфортный срок, в том числе за счет доходов, которые, я надеюсь, будет предоставлять, генерировать эта техника. Сборка вертолета осуществлялась совместным предприятием «Еврокоптер Казахстан Инженеринг». Это единственное предприятие в СНГ и Центральной Азии, которое занимается продажей и обслуживанием вертолетов, а также обучением техников и пилотов. Проводим переговоры с таджикской стороной о дальнейшем наращивании данного потенциала до 5-10 вертолетов. Есть у нас начало по поставкам в Кыргызстан. То есть огромную работу мы сегодня проводим в целом и по экспорту услуг. За годы работы на заводе собрано свыше 30 вертолетов и сейчас активно наращивается экспортный потенциал. Елена Устимович, Хабар, 24. Отсутствие дорог и центрального водоснабжения, еще перебои со светом и газом. В Шемкенте жители целого микрорайона, это несколько сотен домов, практически лишены элементарных благ цивилизации. В середине сентября об этом они открыто рассказали нашим корреспондентам. Надеялись, что их услышат и помогут. Да и спустя месяц мои коллеги снова отправились туда и узнали, изменилась ли жизнь жителей мегаполиса. Весной нас затопит, это точно. Вы ощущаете себя жителем мегаполиса? Не ощущаем, просто живем, выживаем. Один из них умный сказал, 500 вы платите, 500 мы заплатим, вот тогда проведем. Эти кадры наши коллеги сняли в микрорайоне Туран месяц назад. Жители не то что жаловались на отсутствие питьевой воды, дорог, перебои с газом и светом, они об этом кричали, в надежде, что их услышат. Говорили без каких-либо стеснений. Микрорайон Туран, вид спустя месяц. Визуально картина изменилась не особо, однако глупо было бы рассчитывать, что за месяц здесь появятся новые дороги или центральное водоснабжение. Однако хочется верить, что там наверху о проблемах жители этих мест услышали и уже начали принимать меры. Правда, каждый километр езды по усеянной камнями дороги энтузиазма и веры в это, мягко говоря, не добавлял. Спустя месяц ситуация как-то изменилась? Нет. Вот опять вы подъехали к нам, а больше никого мы не видели. Акимат, может быть, районный, городской приезжали? Нет, нет, нет. Некогда им. Местные власти часто бывают здесь, проводят сходы, узнают о проблемах жителей? Один раз был в прошлом году, по-моему. В прошлом году один раз был, все собрались здесь. Никаких решений нет. Автобусы проблемы ворвут. Интервал большой? Нет, не желтый год. Сколько ждать примерно автобусов? Чарльца готова. А это свою оценку жизни в микрорайоне Туран дают жители одного из местных жилых комплексов. Эти дома начали заселять несколько лет назад. Коммуникации, разумеется, провели. Они иногда даже функционируют. Но что делать в прямом смысле с разваливающимися домами, собственники квартир не знают. Стены кривые, полы тоже под уклоном. Сокон дует, даже сейчас дует. А на улице еще не холодно. Многие в кредит брали жилье. А за что платить? Получить комментарии от местных властей в Шимкенте дело не из простых. В этом можно было убедиться и месяц назад. Подождите. Просто так говори. Что там? Телеканал. А? Аху. И теперь. Но на этот раз согласовать интервью все-таки удалось. Почему в Шимкенте очень так сложно получить комментарий от руководства города и так далее? Пришел, что дать интервью вам. Андрей, зачем такие слова, такие моменты? А дальше вопросы касались уже, разумеется, самого микрорайона. И этих самых наболевших вопросов было много. Но по словам районного замглавы, все они хорошо им известны. Разработан комплексный план развития микрорайона. Сейчас происходит изъятие некоторых земельных участков. Поэтому приступить к строительству водопровода и других коммуникаций пока мы не можем. Это у нас переходящий проект. Планируем начать работы в полном объеме в следующем году. Если все обещания действительно будут выполнены, то уже в следующем году эти просторы практически первозданного вида наконец-то приобретут очертания города республиканского значения. Андрей Деминок, Нурмахан Мусатов, Нурмахан Бекмуратов, Хабар-24, Шимкент. В Уральске сотрудник полиции спас девушку, спрыгнувшую с моста. Инцидент произошел на территории базы «Динамо» на переправе через реку Чаган. Полицейский заметил юную особу, стоявшую на дороге, когда проезжал мост. Лишь через зеркало автомобиля он увидел, что девушка спрыгнула с моста. Не теряя ни минуту, он бросился на помощь, также нырнув в ледяную воду. Благодаря опыту и слаженным действиям ему удалось вытащить девушку на берег и оказать первую медпомощь. Что подтолкнуло 20-летнюю горожанку на этот шаг, неизвестно. Стоит отметить, что с начала года сотрудниками полиции были спасены три человека, которые пытались покончить жизнь самоубийством. Со стороны профессиональной стороны хотел его отметить, его действия. Подбегая к речке, успел скинуть с себя одеждой, потому что тонувшийся человек из-за паники может схватиться за одежду и за собой потянуть. Мы также обучаем сотрудников. Любой сотрудник полиции должен уметь оказывать первую медицинскую помощь в любых случаях. На этом закончим, но вернемся немного позже. Редактор субтитров А.Семкин